всем привет дорогие друзья мы с вами сегодня гуляем очень давно я не гуляла по моему районе так сказать у меня ну не знаю как то не получалось у меня но у нас сейчас такая красивая осень что я не могу вам ее не показать вот чтобы поделиться с вами я надеюсь что ветер не очень мешает поделиться с вами прекрасными картинками канадской осени вы знаете у нас так жарко сегодня сегодня 20 число 20 октября мы находимся в пригороде торонто провинции я вышла в майке и надела такую легкую легкий такой свитерок не свитерок и такую кофту совсем тонкую как бы спортивную и я ее сразу сняла посмотрите я иду в майке вот это вот я сняла и повязала на себя у нас реально жарко навстречу мне прошла девушка в шортах и я тоже жалею что не надела шорт я одела длинные станы спортивные потому что прям прям мне очень жарко первое самое красивое дерево оранжевое оранжево-красное я не знаю она еще покраснеет или она такой останется вот у них очень красивая клумба я много раз показывала но у меня очень много новых подписчиков поэтому я думаю что вам будет интересно тем кто мне впервые вернее тем кто присоединился ко мне совсем недавно я еще не успела показать вам нас наша так сказать наш город где живу живу я пригороде торонто один из ну скажем так благополучных городов мест пригородов а дом продается за сколько кстати давно его выставили видите for sale написано на продаже очень давно выставили я на самом деле если будет плохая съемка пожалуйста не ругайте меня сильно потому что я ничего не вижу что снимаю солнце свечу полностью весь весь экран у меня абсолютно от солнца не видны вот этих ребят тоже красиво но клумбы надо показывать весной а вот смотрите я вам покажу красные деревья вот здесь у них очень красивая клумба всегда много цветов но сейчас уже какие-то остатки вот чуть-чуть цветочков просто сейчас на самом деле уже осень естественно все цвело зато у нас очень красиво красивые 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 листва вот такая вот посмотрите какие какие красные красные клёны наши канадские красные листья здесь живут елка голубая очень много у нас голубых елей в канаде вообще провинции онтарию 6 за день понедельник да еще нет у нас обычно мусор собирают по вторникам и видимо в этот вторник будет сбор большого мусора сейчас я вам расскажу как это у нас работает сейчас мы подойдем вот я вам покажу видите выбросили комод большой мебеля вот такие вот вот он здесь лежит потому что его выбросил кто-то вот такая красивая мебель конечно старомодная значит как у нас работает у нас выбирают мусоров из дома раз в неделю у нас есть разный вид мусора мы его везде лим значит а вот там кресло поэтому покажу пойдемте кресло значит пока смотрите на листик раз в неделю у нас собирают мусор это recycle это мы его делим значит recycle это картон стекло в общем всякие пластик какой-то такой не весь пластика некоторые виды пластика потом у нас есть пищевые отходы отдельно то есть все остатки там очистки от картошки огрызки разные там остатки еды это тоже мы отдельно выбрасываем и просто есть обычный мусор ну вот все что все что не является ресайкл все что является картоном стеклом картоном стеклом бумагой там в общем пластиком и так далее это что не является пищевыми отходами вот красное кресло выбросили теперь раз в две недели по моему я точно не помню мне муж отвечает за мусор вот смотрите какое хорошее вполне кресло даже лучше ничего совершенно вообще это я отражаюсь вообще как новое укусил шикарное кресло нирвана и не драна никакой так короче говоря раз в две недели у нас собирается называется большой мусор это когда можно выставлять и кустару мебель какие-то большие там матрасы ковры холодильники но очень все что вам не нужно из больших предметов которые у нас обычно ну вот куда выбросить например старую кровать или старый старый велосипед большой еще что не обычно вот раз в две недели можно выставлять вот этот большой мусор вот эти вот кресло и вот этот вот комод который мы только что с вами видели это уже люди пригод выставили на завтра потому что завтра придет большая машина их соберет очень может быть что кто-то подберет это до того как до того как придет машина мусорная которая будет это все собирать вот кстати у нас такая маленькая библиотека снова мы возвращаемся к комоду видите какая у нас тут маленькая библиотека можно брать книжки всякие little free library называется вот такой вот домик здесь совершенно свободно можно бесплатно взять любую книжку которую вы хотите и принести также можно судя по количеству я так понимаю что берут не очень и приносят даже довольно много вы можете принести если вы не знаете что делать с всеми старыми книгами вот можно сдать их в эти благотворительные магазины можно принести сюда вот тоже видите всяких вам выбросили старого такие вещи тоже как бы выставляют вот там старая какая-то видимо клетка для животного переноска какие-то инструменты это уже не завтра так вот у нас по разным районам нашего города в разные дни приезжает вот это вот приезжает мусорка и забирает нужно выставить весь этот мусор утром обычно где-то они приезжают в районе часов девяти вот так примерно и к этому времени надо все все это выставить и это происходит у нас в нашем районе это происходит по вторникам разных районах нашего города происходит в разные дни есть пятницу есть во вторник по моему нас город поделена на две части вот я вам рассказала про мусор так вот вот такие вот вещи ой белка-белка побежала видите бежит 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 через дорогу скорей-скорей бегу у нас выставляют такие вот вещи иногда допустим во вторник утром или в понедельник вечером днем и люди некоторые ходят если ты кому-то что-то нужно то могут приехать и забрать сказать это нормально стоит бесплатно это или в мусор или кто-то заберет в себе для для своих каких-то нужд потому что конечно же есть люди которым что-то нужно у них нет денег на то чтобы покупать мебель или есть такие знаете люди которые любят всякие собирать хлам вот как я например мебель старую не собираю шарить по секундам в поисках старых украшений брошечек и прочее так что меня меня тоже называют старая бабка я забыла как хлам вот эти потрясающие потрясающие красоты видите они в этом году не покраснели вот так вот красные красные стали вот такие вот какие-то слегка оранжевые вот здесь вот стоит очень три красивых дерева эти листики попадали уже на траве ковер вот здесь на этой улице есть очень три красивых дерева после этого дома одно второе вот это третье но они все видите покраснели в разную в разную сторону ну как бы по-разному вот этот здесь еще много зеленых листьев здесь тоже а тут уже прямо весь красный красный так там что выбросили у нас с вами обзор обзор хлама который выбрасывается нас то это какие-то эти как это жалюзи блайнды по нашим вот такие вот пластиковые жалюзи стационарные и они стоят обычно в окнах ведь они наверное поставили новые а эти выбросили вот такой например нельзя положить ресайкл слишком это большая а вот в этот вот мусор который у нас забирают по раз в неделю то можно вот там тоже красивый кран очень много еще зеленых понимаете вот смотрите я не могу сказать что прям все пожелтело покраснело довольно много еще зеленых деревьев так что тем больше сейчас так тепло а в этом году что то вообще все очень поздно потому что был очень теплый сентябрь поэтому у нас до сих пор еще очень много зелени посмотрите еще очень много травы и каких-то там цветов и в общем хотя уже попасть и конец октября но тем не менее такое солнце так тепло вообще смотрите как красивый куст он прямо как будто огнем горит посмотрите как это красиво такие листики по моему это японский клен это не канадский это не куст собственно наверное а дерево и у него такой красоты так у такого цвета листья что когда на солнце падает она как будто вы просто полыхает огнем и у них вот смотрите до сих пор еще цветочки живы хотя уже конечно скоро у нас нет будет там роза одна большая вот такие вот люди молодцы как красиво сажают очень очень красивая клумба хорошая трава вся прям хоть ешь ее но вот этот конечно листва великолепный смотрите как у нас интересно вы видите у нас возле каждого дома стоит по одной по две машины при том что есть гараж вот это вот дверь вот это вот с окошками большая такая коричневая черная вот эта дверь вход в дом а это вход в гараж и практически каждый дом имеет свой гараж на одну машину на две машины зависит от размера дома ты же бить у этих белая над гаражом висит баскетбольное кольцо вот у них тоже красивый такой красивый клён но он ведь еще не полностью не покраснел вот там вот уже покраснел весь а этот еще не совсем это очень интересно как одни и те же деревья одного и того же как бы ну одного того же вида но они меняют раскраску по-разному не все одновременно хотя это в принципе по-моему один один тот же вид курс поставили дерево давайте пойдем сюда здесь тоже красивые листья вот посмотрите и то что я вам говорю что у нас возле каждого возле каждого дома стоит по одной по две машины при том что есть гараж в который можно поставить машину в нашем доме мы держим машину в гараже у нас гаража стоит моя машина у нас один гараж на одну машину полтора вообще потому что там есть как бы может поставить машину еще что-то поставить какие-то вещи если нужно там инструменты какие-то велосипед там что-то такое короче дело в том что канадцы страшные хломушники они очень мало что выбрасывают и у них гаражах обычно хранится старый хлам вот старая мебель которую они не хотят выбрасывать вот те же велосипеды старые в общем как короче вещи которые совершенно не никому как бы не нужны особенно но знаете рука не поднимается выбросить вот мы с вами идем под красивыми красивыми листиками кстати они разных фасонов есть видите есть одна большая есть две такие две как разделён на две двери гаражные где машины могут установить у всех у всех они дома похожи а в двери видите гараж на всех разные входные двери у всех разных потому что люди часто меняют чинят со временем гаражная дверь приходит в негодность в общем лет так через когда дома исполняется лет 10 больше даже может быть лет 20 то гаражная дверь обычно приходит негодность и люди ремонтируют мода поменялась например когда-то было модно другого фасона дверь сейчас модного такие вот ровные гладкие просто с окошечками а когда-то были модны вот такие двери когда эти дома строили вот видите такая дверь стоит вот это был старом он до кафосом хотя это тоже не самое старое это скорее всего поменяли мы тоже уже поменяли кстати гаражную дверь у нас потому что у нас он тоже уже сломалась нашему дому 24 года он двухтысячного года постройки как раз пару лет назад у нас сломалась гаражная дверь нам пришлось менять почему я все это говорю девочки никак не закончу почему канадцы держат машины на улице потому что они у них гараж полон полон вещей которые они никак не соберутся выбросить которые вполне давно уже надо было выбросить но никак у них руки не доходят вот плиту выбросили старую из кухни видите газовая плита лежит все-таки разобранные какая-то коляска стул ну короче иногда все таки они выбрасывают свой старых ламп вот так вот так вот как я вам показала но очень часто у них просто гаражи забиты забиты поэтому машины стоят на улице вот на подъезде в гаражу вот так вот она стоит эта машина у меня что-то кусает в палец как это букашка прямо на ходу короче говоря я не могу этого понять я совершенно не могу этого понять потому что у нас холодно вот зимой например я сажусь в машину которая стоит в гараже в теплых более любить на улице мороз на улице снег а у меня машинка стоит в гараже чистенькая теплая все прекрасно я выхожу сажусь не и с удовольствием еду на работу совсем другое дело если вы выходите вот на улице вот когда машина стоит на улице не в гараже зимой она завалена снегом она в ней ужасно холодно потому что потому что настояла всю ночь на улице даже если вы включаете обогрев то это берет время пока она согреться то есть можно сначала выйти завести ее включить обогрев или даже не выходить сейчас можно дистанционно есть машины которые в принципе дистанционно можно включить обогрев но все равно это уже какое-то в общем действие надо совершить и поэтому как бы я для меня это я бы лучше выбросила весь старый хлам только чтобы пусть моя машина стоит в гараже я выхожу и выхожу утром сажусь в теплую машину в гараже не заваленную снегом чем вот так вот она стоит ну может быть к зиме больше как вы люди ставят машин там вычищают хлам и ставят машины в гараж потому что сейчас все-таки тепло может быть они знаете все лето машина стояла на улице и сейчас она продолжает стоять но я тоже самое вижу зимой что у людей машину так вот стоит на улице при том что есть гараж посмотрите как красивый какое красивое дерево вот если вы заметили мы идем с вами и все практически дома похоже один на другой вот посмотрите если вы видите да то вы обратите внимание что дома очень мало отличаются если они отличаются вот теми же самыми в основном гаражными дверями которые я вам показала ох как россия что-то за улице где-то я иду а я знаю что это за улица мы сюда приехали когда мы приехали в канаду сейчас я вам расскажу и покажу этот дом отличается теми в основном теми же вот этими дверями гаражными которые люди поменяли после того как она у них сломалась они уже это делали не 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 от билдера то есть человек который строил дом а сами когда меняли а так вот посмотрите все дома какие похожи вот я вам елочку покажу голубую смотрите какая красавица стоит елка рядом клён красный у нас потрясающе красивая природа посмотрите как у куклы вот принципе в канаде очень красиво зимой и летом в основном осенью и весной летом немножко жарко бывает зимой немножко холодно мягко говоря так в принципе нормально вот видите этот дом вот это стоит вот 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 этот дом это был первый дом который мы приехали в канаду потому что в этом доме когда-то жила моя подруга они этот дом продали и сейчас они живут другом месте но когда мы приехали они жили в этом доме а мы сейчас живем в общем довольно близко него от этого дома так получилось что мы таки купили квартиру мы купили дом рядом недалеко они уже в это время уехали отсюда то есть мы купили просто потому что нам попался дом который нам понравился здесь так вот в этот дом мы приехали когда мы приехали с детьми там с берегами она нас приютила неделю на две мы жили у нее и вот сейчас мы живем совсем недалеко очень красивая улица я очень люблю посмотрите какие здесь конечно потрясающе потрясающие деревья вот такой вот это называется спальный район пригород торонто почему он спальный потому что здесь стоят в основном только частные дома и живут люди ну и как бы спят приезжают сюда спать то есть приезжают с работы по вечерам гулять развлекаться по магазинам нужно идти в какое-то другое место очень часто здесь бывает что где-то вот ну не в центре а есть несколько мест в рай в этих спальных районах которые называются так называемого плаза там насчет стоят магазины супермаркет аптека банк например там еще какие-то бизнеса там зубной врач я не знаю починка обуви ремонт там того всего вот и находятся они вот в этих самых спальных районах большие вот этот плаза на которых расположены магазины например но такие необходимые вот супермаркет например аптека а если уже нужно ехать за одеждой там что-то еще то это уже надо ехать в шоппинг-центр который называется мол шоппинг-мол и вот это вот спальный район видите тихо чисто зелено много деревьев вон детки играют там на улице в мячик бросают в кольцо и нам сейчас пойду назад чтобы не мешать потому что вот они здесь здесь машины даже очень мало есть вот эта улица очень тихо здесь очень редко идут машины есть такие улицы более центральная есть такие улицы потише пойдемте вот тут вот ковер поварушим листья ногами и сделаем вот смотрите как красиво вот такая кривость вы помните это ощущение нападали не взяла с собой к сожалению короче вот так вот такой вот спальный район здесь действительно практически вы не увидите людей потому что здесь люди которые ходят это либо гуляют собаками либо просто вот так выйти пройтись как я например вышла но многие ходят такой спортивной ходьбой но у нас есть здесь в городе много парков лесов тысяч год когда строили здесь был лес когда-то 300 лет тому назад не могу никак вспомнить города нашему лет 200 наверно под первые дома были построен в 1800 каком-то каком-то году даже больше 300 скоро будет вот и сначала начали строить там возле озера а мы находимся город находится на берегу озера онтарио сначала первые дома стоят там ближе к озеру потом уже пошли когда строить дома вот эти вот наши спальных районах то оставляли куски леса вот большие куски леса такие не уродни вырубали их оставляли и оставляли в качестве парков таких городских так вот хорошую погоду если вы пойдете сюда гулять они довольно большие эти парки причем там они обустроены там дорожки есть ну в общем такие чтобы гулять можно было там людей больше чем на улице там просто особенно выходные дни там просто толпы гулять людей мы пошли кстати в эти выходные с мужем с одним из наших сыновей я сказала ему что если здесь людей в парке больше людей на улице у нас если по окрилу гулять около называется мой пригород если по нему гулять по улицам то людей меньше чем людей в парке вот в этом доме тоже очень красиво landscape понимаете это люди не сами делают конечно это специалисты вот такие вот вот такие вот красивые участки возле дома когда они вот выглядят вот так вот ухоженно с какой-то видите у них есть какой-то дизайн специальный не просто так понатыкали деревьев эти вот клёны вот эти красивые не просто понатыкали деревьев как хотели а здесь есть определенный определенный дизайн это конечно делает компания лендскейп белка белка бежит 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 еще одну что они едят обсудите в общем белок у нас много-много-много они тут бегают особенно сейчас осенью они перед тем как увлечься спать они носятся тут через улицу только успевать тормозить вот видите вот здесь написано что это trail вот это вот один из вот этих вот кусков леса который не был вырублен остался в качестве парка видите здесь есть дорожки в общем все благоустроено дома которые вот здесь вот стоят по краям вот этого вот вот этого леса вот с той стороны дома и вот этот дом это очень дорогие дома потому что у них нет соседей вернее с одной стороны соседи есть а вот с этой стороны где парк соседи нету то есть у них окна выходят в парк и как бы не шумно тихо зелено красиво это очень ценится и дома стоят намного дороже чем скажем дом который стоит вот так вот между двумя домами вот эта улица вообще недешевая здесь довольно дорогие красивые дома как вы сами видите много зелени много растений люди не бедные вот такой вот смотрите типичный вход на два этажа то есть вот входная дверь и сверху еще окно потому что у них лестница идет такая вот от входа поднимается как бы на на второй этаж сразу этот дорогой дом вот с таким вот дизайном то есть явно что знаете не пожалели в доме место не натыкали еще две комнаты а сделать вход открытый до потолка потому что дома двухэтажные когда заходишь то наверху над входом нет второго этажа сразу как бы крыша то есть получается что вот этот кусок специально так сделан чтобы при входе вы чувствовали простор и высокий потолок потому что могли бы понатыкать там еще комнату сверху на втором этаже но не стали этого делать потому что дом большой и так большой этот дом красиво у них очень красивый порч вот этот вот видите вокруг дома вот это вот деревянный заборчик такая вот площадка у них там кресло стоит это называется порча вот так что не знаю что вам еще показать короче прекрасная погода если поснимаю поснимаю и пойду наверное бродить по окрестностям вот у них эти шикарные два букета обычно ставят цветы у входа в дом летом летние цветы вот это вот осенние цветы специальные вот эти цветы которые покупают осенью и где-то с конца сентября ставят их возле дома у входа видите какие огромные этого горшка они украшают вход в дом ну они совсем на короткий срок потому что где-то к началу ноября к середине ноября они конечно завянут вот видите у них целых четыре горшка они очень красивые их очень люблю вот эти осенние цветы я к сожалению не помню как они называются посмотрите видите у входа у них стоит два два и два четыре горшка у них тоже очень красивый порча тут с металлическими с металлическими перилами много много деревьев и вот у них тоже дорогой дом видите потому что он стоит там вот сбоку от них нет соседей это их backyard сбоку нет соседей а тут уже начинается такой лесок вы видите здесь кустики так пойду назад по этой улице поснимаю вам ее еще еще дома я очень ее люблю потому что мы здесь поселились первый раз когда вот я вам сказал видите какой-нибудь дизайн тыквы когда мы приехали в канаду первые улицы на которой мы жили это была вот эта улица с тех пор я ее очень-очень даже люблю и живем и как я уже сказала недалеко но эта улица подороже то есть ну так скажем подруга моя вот видите школьный автобус поехал вот у нас сколько лет по моему с 50-х или 60-х годов прошлого века фасон вот этих желтых школьных автобусов не меняется одно и то же они одинаковы также как в америке также у нас короче говоря моя подруга приехала в канаду немножко раньше немножко лет на 10 раньше нас поэтому они купили на этой улице дом первый свой и уже продали переехали в более все лучше дом а мы приехали лет на десять позже недвижимость стала намного дороже пока мы нашли работу был кризис 2008 когда мы приехали в сильный очень кризис трудно был найти хорошую работу мы работали лишь бы где а здесь привычки такие заросли прям так такое знаете солнца нету все такое погружено в такую тень поэтому мы купили дом на соседней улице более дешевый меньше у нас не два не два гараж не на две машины на одну что на самом деле не очень удобно но терпимо вернее ну опять же я моя машина живет в гараже все остальные мой муж и сын паркуют машину вот тут вот вот в таком вот но вот на подъезде к гаражной двери и зимой конечно когда холодно они выходят на работу ну мальчики на той мальчики чтобы жить так сказать более спартанских условиях чем я а мне предоставили вот такое люксус для женщины для дамы мне предоставили место для моей машины в тепленьком гараже вот еще что вам покажу это почтовые ящики у нас нас почта не доставляют каждому дому потому что почтальон собьет ноги ездить ездить и возле каждого дома останавливаться и бросать почту под дверь в каждом доме когда-то так было кстати раньше потом они сделали по-другому вот они поставили вот таких вот три ящика каждый имеет номер номер ящика каждый дом имеет свой номер ящика ключ ведь они все ячейки такие и почтальон приезжает сюда и кладет почту каждому в ячейку и я допустим вот еду с работы подъезжаю останавливаю здесь это не наш ящик но в принципе останавливаю здесь и достаю свою почту вот эти вот большие эти есть два больших ящика это если какие-то посылки не очень большие такого среднего размера который в принципе можно в этот ящик положить почтальон кладет в этот ящик ключ от этого большого от большой ячейки кидает ваш вашу ячейку таким образом вы когда достаете почту вы видите что если у вас лежит ключ от ячейки большой значит вам пришла какая-то посылка вы открываете ее и кла и достаете свою почту а потом этот ключ бросать в специально такое место где где хранить хранится этот ключ потом уже почтальон достает достает этот ключ я знаю так сложно да не совсем понятно я объяснил но неважно просто я хотела вам показать что у нас почту нет не доставляют в каждый дом отдельно а вот есть вот такие вот центральные ящики это удобно для почтальона это не очень удобно для людей потому что мне было бы намного легче если мне сразу почту приносили мне по 2 но ведь они решили что почтальоны люди которых которым так тяжело особенно зимой вот так вот ходить от дома дома я знаю что есть старых районах может быть сторон то где-то даже у нас старом районе в нашем городе так было вот они слушайте крысы наши сколько здесь те же самые или другие вот она хвостатая смотрите какой у них волос толстый месяц если подойду белку вам показываю вам наверно да и убежала наверное я не поймала и потому что у меня солнце на экран я не вижу в старых наших районах у нас было так что почту доставляли в каждому дому отдельно потому что у них не было вот эта система этих ящиков то что старые дома там это не было предусмотрено а в новых районах во всех это было сейчас я уже смотрю можете как у них тоже красивый вход сделаем вот и букетик и тыквы еще один букетик и веночек на двери но это очень принято у нас очень много таких там я была недавно в старом районе у нас и я видела что тоже они понаставили этих ящиков где-то между боже как он и испугал эту белку нас белки черные ведь они кстати злые иногда бывают иногда цапать цапать лучше лучше ее не гладить там не кормить ничего короче говоря в старых в старых старых районах тоже понаставили эти почтовые ящики то есть чтобы почтальон не бегала дома в дом особенно знаете зимой в плохую погоду в пургу так я могу их только пожалеть этих почтальонов которые должны вот так вот от дома к дому ходить поэтому для их удобства так сделали нам это неудобно но зато вот удобнее тому кто доставляет почту я даже не знаю по моему я уже вам все рассказал я честно говоря вышла и подумала увидела когда вот этот там диван стоял кому-то сейчас мы пройдемся и посмотрим что же интересно выбрасывают в канаде на мусор в мусор но это вы увидели совсем мало хотя хотя тоже интересно было кресло был комод какие-то вещи но завтра на утром будет побольше потому что просто сегодня еще накануне завтра мусор будет собирать поэтому еще может быть не все по выставляли не все выставили мусора только самые ответственные вот а завтрак у трупа выставляют побольше но не обязательно может быть людям ничего выбрасывать видите никто особо у нас ничего не выбрасывает все все хранят своих гаражах так мы здесь были уже по моему нет еще может и были вы представляете насколько у нас похоже дома один на другой что я честно говоря даже не знаю было я уже ходила с вами по этой улице или нет поскольку дома точно такие же я вам хочу сказать что это вот наш город а если вы поедете в другой пригород который находится в другом ну как бы в другом районе торонто большого торонто это называется то есть торонто и пригорода там будет все то же самое вы даже не поймете где вы находитесь то есть у нас есть друзья они живут в разных местах и я хочу вам сказать что побежала ну прям крыса они живут других пригородах мы когда к ним ездим то есть это вот вы не отличите что это наш оквилл или это какой-то другой город единственное что вот зависит от времени постройки дома понове и вот эти дома не очень новые это вот я же говорю тот район где-то 2000 на начало двухтысячного года застройки то есть наш дом 2000 году здесь все-таки вокруг есть районы более новые там давай немножко по-другому выглядит похоже но более такие скажем ну покрасивше еще покрасивше потому что ну чем чем позже дома строились тем более какого-то было больше интересного дизайна придумок тем чем облицевать например видите здесь все в основном облицованы кирпичом это не кирпичные дома это облицовка но в новых районах например там уже камнем облицовано таким как будто под камень как будто бы облицовка очень красиво намного красивее чем у нас да я вернулась на близкую к моему дому улицу параллельно по моему сделали с вами круг я думаю что за 7 я с вами попрощаюсь постараюсь снять меня кстати просили поснимать зимой я снимала как-то зимой вот когда снег вот я ходила по снегу гуляла показывала вам перед жительством как все в лампочках красиво сверкает все дома украшены в прошлом году у нас почти практически не было снега было так мало снега что мне даже не удалось выйти и вот поснимать снежное снежное время и даже никогда выпадал он так высрытаял что я даже тоже не успевала особенно ничего поснимать потому что не успела просто была на работе или где-то там была занята потом выхожу уже все уже все слякоть уже растаял в этом году не знаю как осень была очень теплая как вы видите поэтому как получится не знаю но вот я так раз в какое-то время выхожу на свою на район и снимаю здесь у себя на районе вот такое видео с может быть съезжу с вами еще в центр города там симпатично там центральная улица там кафешки магазина очень даже приятно мило и в какой-нибудь парк может быть мы съедем сейчас дорогие друзья я буду на мы с вами прощаться спасибо что были со мной надеюсь что вам понравилось и было интересно все кибель целую с вами была дита из канады пока бай бай